добрый вечер дорогие друзья позвольте мне сегодня поздравить братьев и всех мужчин с тем что на этой неделе мы имели хорошее с вами поздравление от женщин от сестер благодарим их за все ну и конечно мы сами наверное какой-то мере ощущаем свою ценность что нас любят что на нас обращают внимание спасибо всем кто молился в четверг с нами мы осознаем что главное это молитва молитва за мужчин ибо в нашей стране как нигде другой стране мужчины сегодня нуждаются нуждаются особой милости в особой заботе и защите но тема сегодня нашей с вами встречи этой проповеди мужчины которые достигают абсолютно то то есть то что по сути многим очень хочется хочется быть мужественными хочется быть значимыми и заметьте наверное в нашей стране мужчины стремятся к этому стремятся достигать каких-то высот и каких-то позиций мы видим это и в политике и в экономике мы видим это сегодня во многих сферах жизни но тут сферу о которой но забывают мы сегодня напомним эта сфера служения богу господь желает призывать многих мужчин для служения для того чтобы каждый осознал насколько он востребовал востребован служение и так что же в самом начале библии в самом начале библии мы читаем первой главе в самом начале первые стихи библейские о том что бог сотворил мужчину и женщину 20 стихи и сотворил бог человека по образу своему по образу божьему сотворил и мужчину и женщину сотворил их то есть вот этот образ божий который многие сегодня забыли забыли что он существует в тебе вот отличие в общем-то человека от других животных пусть они даже могут быть и большими красивыми животные да но отличительная черта человека человек он мыслит он разговаривает размышляет может иметь общение в качестве языка в качестве дел труда животные ведь не трудятся и в общем то отличие наверное в том что человек он совершенный то есть вот если даже есть животные там пытаются где-то в каких-то классах школы объяснить объяснить что человек произошел от обезьяны но уже научно доказано что это невозможно разные структуры структуры днк структуры формирования тела то есть невозможно это разные разные организмы это уже научно доказано а то некоторые думают что только верующие они пытаются сегодня всему миру достучаться до многих людей объяснить им что бог сотворил человека а не от обезьян он произошел но есть уже научные факты есть уже научные доказательства и люди которые сегодня сведущие в этой информации я думаю они понимают о чем я говорю а вот далее насколько человек он развивается насколько человек может сегодня претендовать на какие-то более лучшие позиции человеку одного то что он творение божие сегодня как бы не достается и говорит ну бог сотворил меня а смысл для чего вот об этом надо бы задуматься для чего же бог сотворил человек но изначально мы читаем в библии о том что бог сотворил для того чтобы человек ухаживал с эдемским садом общался с богом но в дальнейшем через грехопадение мы видим ну смысл жизни человека несколько изменился несколько изменился он стал более греховным он стал более зависим от земли от данной планеты которая сегодня по сути вымирает и мы видим вот эти все события которые происходят если вы внимательно читаете с лент информационный сегодня было землетрясение в сибири достаточно большое особенно мне знаете понравилось это сообщение несколько туристов группа туристов была на сояно-шушенской гэс на самом гребне смотри представить огромная пластина и на самом сверху вниз там смотрят как водичка застекает и в это время было землетрясение но они не очень сильно его почувствовали а представляете если бы посильнее как бы они почувствовали вот аттракцион то был бы бесплатный аквапарк правда в один только конец без подъема обратно но конечно бог милости он хоть и сегодня разумляет людей я думаю что если вы понимаете любые вот эти землетрясения это вразумление боль но зачем вот вразумлять сибирь зачем вразумлять сибирь если вы немного посмотрите наше прошлое молитвенное собрание вы услышите там одно из божьих таких требований что вот эта часть сибирь сибирь нашей страны часть она не не поклоняется христу не поклоняется там очень мало христиан то есть практически их нет и в итоге вот гнев божий именно на ту территорию ибо во многих территориях сегодня россии есть христиане которые крещены духом святой то есть они знают господа они общаются с ним они молятся за свои города и территории то сибирь сегодня вот так оставлено я не скажу что там совсем нет христиан но очень мало для сохранения этих земель мало мало территории очень большие они должны быть пред богом представлены серьезной молитвой и в этом отношении конечно же братья и сестры кто сегодня есть на дальнем востоке сибири в этих всех частях нашей страны надо обратить внимание на евангелизацию на служение на то чтобы церкви там были но бог будет конечно же вмешиваться и дальше нашу страну и далее события мы увидим которые происходят не бесследно пройдет и масленица люди должны это осознать я думаю что еще сегодня как бы соединение знаете соединение с прощенным воскресением да православие тоже удивительно наверное слышали читали в интернете о том что несколько девиц одевших маски заскочили на алтарь включили там рок-музыку в храме христа в москве и бесновались с матом с криками выкрикивая оскорбления в адрес верующих и священнослужителей и никто их не смог поймать убежали убежали скрылись и как сегодня пишут в средстве массовой информации заведено уголовное дело то есть прощенное воскресенье не подействовало не простили ага они думают что прощенное воскресенье это делают чего хочешь и простят что ли да сейчас это ширма это так называется прощенное воскресенье это такой позиционный момент они думали это на самом деле их простят что ли да сейчас догонят и еще посадят не переживайте они вас найдут прощенное воскресенье это так одно название прощать никто никого не собирается там и вот в этом отношении действительно очень обидно бывает что люди даже вот в этой религиозности нисколько не понимают что прощать то ведь надо по-настоящему надо прощать а не один раз в году прощение это хорошо и в общем то самая большая сегодня потребность это когда мужчины будут прощать и женщины будут прощать друг друга я думаю это будет восстановление многих хороших и добрых отношений но наша сегодня проповедь конечно же о мужчинах а юношах потому что юноши и мужчины и старцы это отдельно мы должны это тоже понимать я бы хотел прочитать один стих из книги притчи это 20 глава 29 стих слава юношей сила их а украшение стариков седина смотрите как бы изначально молодые люди стремятся к физической силе и многие понимают что физическая сила она в общем то сегодня хорошая подспорь для жизни тебя и не обидят и ты вроде бы всегда можешь себя чувствовать в хорошей позиции жизненной да но для стариков седина седина многие пожилые люди они имеют седину конечно же часто бывает так люди эту седину не уважают обидно обидно когда люди не уважают седину когда не обращают внимание на старцев не помогают им и не поддерживают потому что все считается вроде бы он мужчина да то есть сначала он был юношей у него были силы но теперь он старик и у него есть седина и он ждет уважения он ждет понимания и поддержки ну вот как бы начало мужчин это юношество и окончание старости старики ну а вот основная это жизнь основная жизнь которая в общем так взять в промежутке от 30 до 60 лет вот это основная потому что юноше 20-30 лет а старики уже за 60 конечно у нас остается от 30 до 60 вот в этот период как-то он такой незаметный да то есть незаметный и никто не считает что мужчина в этот период нужна помощь вроде бы юноше надо наставлять а стариков поддерживать а вот в этот период с 30 до 60 мужчины вообще ни в чем не нуждаются когда мы смотрим с вами в библию особенно в новый завет вы обратите внимание когда иисус призывает учеников они ведь молодые они в общем то как раз вот на этапе пути становления мужчин и вот апостолы они несут этот труд и они погибают они погибают за имя Христа все из 12 апостолов все погибают все кроме Иоанна кроме Иоанна то есть обязан был остаться такое было появление более не просто для того чтобы остаться и прожить жизнь а для того чтобы закрыть библию книгой откровений то есть он должен был закончить библию после книги откровений уже хотя и была церковь и есть и будет но продолжение библии уже никто не пишет так вот конечно же вот в этот период вроде кажется мужчины должны были достигнуть чего-либо и мы помним по сынам Завидеевым мы читаем и Яков и Иоанн это сыны Завидеевы да они мечтали за них какие-то политические экономические посты быть министрами когда иисус будет царем то есть они будут рядом с ним они будут руководить вот сегодня когда в преддверии выборов меня тоже сегодня спросили за кого ты будешь голосовать ну во-первых я все-таки верующий человек пастор я голосовать не буду я не буду не по причине того что я политически не активен или же безразличен к судьбе страны нет я просто знаете не могу подписаться ни под одним человеком то есть я не могу ни за одного человека ручаться почему потому что никто из вот этих претендентов на высшую должность страны не заявил самое главное что я бы хотел услышать для себя то есть они проигнорировали большую часть населения они не заявили о своих вереков они не заявили о том что они хотели бы чтобы верующие молились вот если бы кто-то из них сказал верующие молитесь я хочу чтобы вы молились за меня я думаю я бы этого человека поддерживал но если ни один из претендентов не заявляет о том что ему нужна моя молитва а Слово Божие определяет заметьте смотрите Слово Божие как определяет нам что я должен молиться за руководителя страны то есть мы тут представлен как царь молиться за царей за начальствующих то есть я должен молиться это мое служение пред Господом я любой не только я как пастор а любой верующий человек должен это совершать но в итоге получается что в итоге получается что я это буду продолжать молиться независимо просят меня об этом или нет но вопрос то в другом вопрос то в том для чего мы молимся Слово Божие определено мы молимся за власть не для того чтобы быть подхалимами или там поддерживать эту власть мы не политизированы и не собираемся участвовать в этом а вот наши молитвы верующих людей они складываются для того чтобы мы проводили в этой стране жизнь под нас не гнали и мы смогли благорестовать вот эти требования которые сегодня Слово Божие дает нам основание этой молитве за начальствующих и за царя то есть кто руководит страну мы должны за него молиться вот конечно же мужчины которые сегодня представлены опять же мужчины представлены на высшую должность конечно же кто то из людей думает что вот одного человека он сейчас изберет и все изменится то есть он отображает его взгляд ведь выбирают не по причине нравится он физически там или какие то имеются родственные связи нет заметьте голосование идет по причине что человек связывает с данной личностью какие то свои свои желания свои стремления свои позиции то есть кому что хочется многие живут в каких то иллюзиях почему иллюзии я объясню но вы никогда не пробовали сесть на поезд хотя бы от Москвы до Владивостока проехать вот если вы попробуете так проехать я однажды сел поезд когда проезжал мимо нас ехал в Москву и поезд шел из Хабаровска вообще это удивительно люди ехали там 6 или больше даже суток в этом поезде и вот когда я за поезд подошел там я сел на Москве что одну ночь и мы с кем вот ну чуть больше чем ночь и вот а там люди уже живут они живут да реально живут там белье сушат я спросил у одной семьи я говорю что вы поездом то самолетом нереально самолетом дорого но нам приходится поездом так вот они уже там дети играют там детский сад друг с другом все там белье сушат и так далее то есть они очень долго ехали и они уже устали и даже уже не хотят ничего и вот представляете какая огромная страна какая огромная страна а ведь они не стояли на месте они ехали достаточно хорошей скоростью И вот даже с такой скоростью не останавливаясь, если они едут по стране, они видят, насколько она огромна. Но вы себе представите, какая огромная страна. Неужели вы верите, что один человек может управлять вот этой территорией? Человек один может управлять. Человек, мне кажется, один даже заводом не может управлять. У него столько замов, столько всего. Даже в какой-то небольшой территории, в один километр, где завод расположен, человек один не может управлять, ему какие-то замыслы нужны и так далее. То неужели вы считаете, что огромной такой страной может один человек управлять? Вы наивны. Вы абсолютно наивны. Но люди почему-то к этому стремятся и говорят, нет, он будет управлять страной и так далее и тому подобное. Да нет, это определенные круги, определенные группы лиц, определенные структуры и так далее и тому подобное. Так вот, мы с вами должны это понимать. Понимать, что зачастую мужчины некоторые стремятся. Они стремятся во власти, они стремятся в политику, они стремятся вот к этому абсолюту. Я считаю, что вот это абсолют. То есть да, абсолютная власть. Слышали, да, такое выражение? Абсолютная власть. То есть человек стремится, он не просто стремится к власти, он стремится к абсолютной власти. И даже человек, который становится мужчиной, допустим, директором завода, он желает абсолютной власти на данной территории. То есть вот это достижение абсолюта мужчина конечно заложен. Заложено в большой умение. В стремлении к абсолюту. Если кто-то не достигает, а мужчина их много, в заводах мало, конечно же свою абсолютную власть он где-то начинает еще в каких-то действиях и так далее. Я вообще поражаю позавчера пошел ребенку поточить коньки и так вот кто там точит коньки, он меня поучал, что я не так надо коньки воспитывал меня. Причем я заплатил деньги за заточку коньком, а меня воспитывали знаете как мальчишку. Воспитание пришло. То есть даже человек, который просто затачивает коньки, он стремится к абсолютному, стремится к абсолютной власти. Потому что бы вот даже здесь он никто и ничто, ему нужна власть, ему нужен абсолют, абсолютное подчинение. Это конечно присуще многим людям. И вот то, что многие мужчины сегодня не понимают, что абсолютная власть и сыны Завидеевы, которые Яков и Иоанн, они просили вот этой власти. Иисус говорит, вы не знаете, чего вы просите. Понимаете? Иисус говорит, вы не знаете, чего вы просите. Иисус говорит, вы не понимаете, чего вы просите. Бог распределяет, где вам быть. Понимаете? Вот главный ответ, Бог распределяет, где вам быть. Вы немножко задумайтесь, вот Бог распределяет, где вам быть. Вы где будете? Если вы не знаете Бога, если вы не подчиняетесь Богу, будете с Богом, правильно? Это, по-моему, любому понятно. Но если вы подчиняетесь Богу, соответственно, вы имеете определенное место, определенное действие на всю вашу вечность. А то, что люди сегодня втягиваются в политику, и мне вообще парадоксально, мужчины сегодня, приходя в свои дома, они там говорят, вот я точно знаю этого голосовать, нет вот этого, и так далее. Опять вот это проявление вот абсолютной власти, подчиненности, знания, они, в общем-то, кажутся человеку правильным. Правильным. То есть, стремление к абсолюту у него выработано правильно. И жены уже говорят, за кого хочешь, там голосуй, там, или что хочешь делать. То есть, многие жены даже, как бы, не обращают внимания. А даже молодежь, которая подрастает, молодое поколение, да, юноши, они подрастают, они тоже хотят, а я расскажу, когда там выбор, я тоже проявлю. Если раньше молодежь, ну, загоняли на выбор, сейчас они, мы проявим, вот за этого, мы вот, за того, он нам нравится, то есть, абсолютно. Вот. Стремление. Особенно, если человек говорит, я миллиардер, за мной, там, деньги, там, и так далее. Да фантики за ним, какие деньги, вы что, деньги, вообще, это все бумажки напечатаны. А человек говорит, о, нет, там, у него миллиард, да фантиков миллиард-то, он реально-то ничего не имеет. Вот реально человек ничего не имеет. Завод у него могут отобрать любыми. Понимаете, вот наши страны, вот завод берут, все, а у фантики, ну, куда он с ними, ну, тут же рисуют отберут. Вот. То есть, по сути своей, вот это стремление к абсолюту, желанию, властвую, желанию проявить себя на земле, у многих мужчин, и юношей уже сейчас, оно присутствует. И поэтому, Слово Божие говорит, подчинитесь Господу, подчинитесь, вы поймете, что, вот, абсолютная жизнь, абсолютная власть, она от Бога. И власть не та, которую вы сегодня себе представляете. Ну, вот, давайте, сейчас, молодежь, которая нас слушает, и мужчины, которые могут нас услышать, допустим, вот, абсолютную власть, где можете достичь? Вот, себя вот сейчас спросите, чем я могу управлять? Чем я могу управлять? Вот, я в своей жизни, когда еще работал, да, я управлял, у меня было подчинение, тут порой до 300 человек, то есть, 300 человек, можно было и не управлять. Вот, но я понимаю, что, пределы существуют, для каждого человека, для каждого человека, существуют какие-то пределы. И, вот, если вы сегодня управлять можете, сколько человек, как вы можете себе представить, себя в управлении? если вы сегодня это поймете, поймете, что Бог вас призвал для большего, Он не для меньшего вас призвал. То есть, сколько сегодня, вот, возможностей у человека? Максимум в нашей стране, да, вот, максимум в нашей стране, управление, сколько? Одной частью земли, одной шестой частью земли, да, суши, одной частью шестой суши, с населением, 140 миллионов. Что сегодня можно, здесь, в этой стране, получить. Так? Так. Теперь смотрите. В будущем Господь приготовил для тебя целую планету. Целую планету, населенную какими-то существами, которые будут видеть тебя царем, целой огромной планетой, в управлении, в великой власти Божией, прославляя Иисуса Христа, как Творца, ты управляешь целыми народами. Представляешь? Вот это. Ты можешь себе представить, насколько Бог приготовил для тех, кто последует за ним. А те, кто этим пренебрегает сегодня, конечно же, они говорят, ну, ничего, придумывайте. Я вчера поздно шел, и, знаете, подняв свой взор на темное небо, я увидел звезд. Я осознаю, что мы не видим всего. Мы не видим всего, насколько огромная Вселенная. Мы не видим, мы не осознаем. Мы слишком привыкли наши глаза, вот наша шея, она привыкли посмотреть вот так, вот в этом направлении. Мы не привыкли вот так, наша шея вот к этому, не привыкла, к такой вот позиции нашей головы. А ведь подразумевают, что мы должны задумываться, задумываться о небе, задумываться о том, что там ждет. Пусть, может быть, сегодня, кто слушает эту проповедь, появятся какие-то скептики, которые скажут, ой, эти все верующие, там, да, закопают, ничего не будет после этого. Вот, пойми, ты как-то себя очень ограничил тем, что тебя закопают, и больше ничего не будет. Да, еще, кстати, появилась новомодная вещь. Уж, вроде бы, у нас есть возможности, уже возят людей крематоре. Нижне-Тагильский, там, крематоре и сжигают. Даже не стяжел предавать земле, как написано в Библии, уже сразу отдают огню. Это страшно. Это уже, конечно, страшно. Это не страшно. Так вот, как-то ограничили себя. Ограничили. И мужчины сегодня не стремятся к этому абсолюту. А ведь Бог определил каждому мужчине. Он глава семьи. Он служитель Христа. Он сегодня предназначен для будущего. Бог это определил. Почему мужчины сегодня пренебрегли этим? Почему сегодня Слово Божие стало не востребовано? И не востребовано тем, кто читает проповедь? Мужчины. Написано жены в церквях молчат. То есть должны говорить мужчины. Мужчины должны говорить, что здесь написано. Доносить для всех, для своей семьи, для других людей, что здесь написано. Это максимум. Это то, что сегодня должно быть в полноте. То есть чему абсолютная правда, абсолютная истина, абсолютная жизнь, вечная жизнь. к этому должно быть стремление мужчины. Я очень рад, что я пришел к этому, что у меня это есть сердце, моё стремление, моей жизни. А если кто-то не приходит к этому, если кто-то по-прежнему считает, что абсолютная власть это деньги, сумасшедшая вещь, что бумажка есть деньги, это ненормально, понимаете, это абсолютно ненормально. Я приведу пример. у нас в своё время был один из экстрасенсов такой известный, и, значит, он отхвалился знаете, Он отхвалился тем, что у него есть такой номер, он даёт человеку бумагу, обычную, обычную бумагу, и говорит, вот вам, и называет купюрю крупную. И зачем берёт эту бумагу и так из кармана прячет. Я видел этот номер, это, конечно, очень застопно. Очень застопно. Но это действительно правда. Правда, что люди берут бумагу с краской, она же ничего не стоит с этой бумаги. Но они относятся, что вот это ценность. То есть ценности ушли. Ушли ценности настоящие. как вера, любовь. У людей нет надежды. Понимаете, вот эти великие три ценности вера, надежда, любовь подменились чем? Полейка, стремление к власти, деньгам. Понимаете, вот что подменилось-то? Почему вот эти вечные ценности вера, надежда, любовь заменили на вот эти мирские, ненужные и не имеющие ничего цели? Конечно же, кто-то скажет мне, ну, нам ведь хорошо, мы достигаем этого, вы нам не мешаете, так и вы нам не мешаете. Почему вы мешаете верующим людям сегодня? Скажите, чем вы мешаете? пытайтесь всегда доказать, что Бог не прав. Мы же не сжигаем ваши деньги, не выбрасываем их, ваши фантики эти цветные, мы же не унижаем в этом отношении. Наоборот, мы вам подыгрываем, мы вам даем эти деньги, вы нам товар даете. То есть, мы даже с вами как-то в этом отношении пока, заметьте, пока. Это не будет так. когда-то, и я думаю, скоро это прекратится. Скоро это прекратится. Когда мы с вами играемся вот в эти игры, это скоро прекратится. Будут отменены эти все бумажные деньги, это прекратится. Так слово Божье говорит. Написано, что все прекратится. Что никто не может уже ни покупать, ни продавать без начертаний. Без начертаний. У нас уже сообщили, я не знаю, как в ваших городах, но в нашем городе сообщили, что в 2014 году всех переводят на карты. И как говорит, я обычно слышал, но в основном выпуске диктор нашего телевидения местного основа этой карты является микрочип. То есть вот это привыкание уже начинается, оно уже идет. Если вы думаете, что это где-то далеко и когда-то будет, но не с вами, вы глубоко ошибаетесь. Так вот, для мужчин посмотрите яркие примеры Библии. Наверное, один из ярких примеров Библии это Ной, который строил Парчев. Я почему привел еще пример Ной, потому что если бы я какие-то примеры приводил многих библейских персонажей кто-то может быть и не знал из неведущих. Но это и ковчеги слышали. Слышали, знают, понимают это все. Фильмы были различного рода похожие на эту историю и так далее. Так вот, обратите внимание, сегодня, в нынешнее время, читайте внимательно интернет, японии строят ковчеги. А кто скажет, что японцы дураки? Они создают хорошую технику, они создают хорошие автомобили, они создают много чего, и оно все работает. Почему они создают сейчас и строят ковчеги? Задуматься надо. И конечно же, вот это пренебрежение сегодняшнее всем, оно не принесет, наверное, каких-либо результатов. тот, кто задумается, Ной строит ковчег, он строит его основательно, долго, и там будет его семья. Ной, он глава семьи, его семья, она спасется, понимаете? Все погибнут, его семья спасется. Не его друзья спасутся, ни один из друзей Ной не спасается, ни один из его родственников в далеких не спасается, никто из его может быть соседей не спасается, спасается Ноя и его семья. И Господь говорит, что в последнее время будет как Дни Ноя. Если Господь Иисус говорит, что в последние времена будет как Дни Ноя, значит, я должен делать вывод. Я должен проходить на Ноя. Правильно? В отношении с Богом, в отношении к семье я должен походить на Ноя. То есть я взять должен пример с этого библейского персонажа. Потому что Иисус говорит, что последнее время будет как в Дни Ноя. И он приводит пример, что в это время Господь продолжает все женились, занимались своими делами, покупали, продавали, и никто не задумывался, что придет потоп, и потоп на них пришел. Так вот, сегодня люди суетятся, как я сказал, вот этот абсолют, чему они стремятся. Абсолютное счастье в семье, абсолютный успех на работе, абсолютная власть, абсолютные финансы и так далее. Мужчины, юноши, вы поставили для себя те цели, которые не вечно. Но для своей семьи поставил главную цель, спасение, спасение, спасение семьи, и она осуществилась. Все, что Бог ему дал, все, он выгонил. Почему же сегодня нельзя довериться Господу? Наверное, в абсолюте мужчины говорят, это не для нас, вера для женщин. вы сможете оправдаться этим. Ибо если я вижу и читаю Слово Божие, то Отец Веры, Авраам, муж по сердцу Божьему, Давид, мужчины, апостолы, мужчины, пастора, мужчины, евангелисты, учителя, пророки. Может быть, это не так? Может быть, кто-то скажет, я не так читал Библию? Или, может быть, я ее плохо читал? Нет, я читал ее, читал хорошо, что я вам советую. Задуматься надо, думать. У мужчин должно быть правильное представление о себе, о предназначении. Поймите, для тебя предназначено будущее. Сегодня очень много, почему еще мужчины не хотят, может быть, быть в церкви, или еще что-то, потому что они увидели, знаете, многие мужчины увидели несерьезность веры, несерьезность людей. Может быть, вы столкнулись с религией, где, опять же, вот эти ценности, вера, надежда, любовь подменились теми же, что и в мире. Стремления к власти, к деньгам, да? Вот эти стремления, которые в мире, они же и в религии. Они же и в религии. То есть, там снова вот эти мужчины, которые говорят, мы главные чаранники, у нас тут вот есть полномочия, вот мы надели специальные одежды, тут что-то повесили, и мы главные чиновники, и вы без нас ничего не можете. Через нас будете обращаться к Богу. Разрешим? Нет. И так далее. И вот так. Многих она не удовлетворяет духовно. И правильно, она никогда к сердцу не будет. Потому что, в разуме, любой человек поймет, что-то не в порядке. Что-то не так. Не так, не так. Не похоже это на Христа. Вот то, что говорят, что это церковь, на Христа она не походит. Не походят там люди на Христа. И, конечно же, все ищут тех, которые походят на Христа. Найдите. Найдите Христа, и вы будете походить на Него. Не ищите людей, которые похожи на Христа. А вначале найдите Христа. Когда вы станете похожими на Христа, тогда и рядом с вами окажутся те, и вы с теми окажетесь рядом, кто также походит на Христа. Нас мало. Нас мало. Но мы кстати друг друга знаем. Мы во всем мире друг друга знаем. Верующие друг друга знают на всей земле. Мы знаем друг друга. Нас немного. Запомните, нас немного верующих. То, что вы видите вот эти все шумные, большие сборища, это все неправда. Это все неправда. Это все религия. А вот то, что настоящее, то, что ценное. Знаете, ценностей никогда не бывает много. Бижутерии много. А настоящие ценности, они малочислены. И Слово Божие говорит, не бойся малое стадо. Я благоволю дать тебе жить вечно. Царствие. То есть, Бог обещает. И вот надо это все осуществить. Осуществить так, как Бог сегодня желает. И для мужчин нужно достигнуть этого. Понять, что он путь, на который встать и который нужно идти до конца. Вот такие мои сегодня вам пожелания встать на этот путь и пройти. Как это осуществить? Молитва нам поможет. Молитва нам поможет. Ну и главное. Никогда не старайтесь показаться пред людьми. Люди могут и не оценить. Или оценить неискрим. Откройте сердце пред Богом. Он ценит вас. И он обязательно вам помог. Найдите Библию и начните ее читать. Вы сможете это понять. Найдите в интернете побольше проповедей. Ну, я не знаю. Не все проповеди, конечно, я могу рекомендовать. Но в интернете много хороших проповедей. Вы духовно это почувствуете. Почувствуете, кто настоящий. Кто любитель. Кто не обманывающий. Кто лопискальный. Те мужи Божьи, которые служители отдали свою жизнь. Отдали свою жизнь. Я вот с одним братом встретился в свое время. Знаете, наверное, многие бы мечтали быть на его мирском месте. Когда он родился в богатой семье. И затем отец оставил ему большое наследство. Оставил ему большое наследство. И, в общем-то, все уже лучше жизни не найти. Все весело. Все хорошо. А он, вы знаете, пришел ко Христу. Он пришел ко Христу. И вот это все его наследство, которое он получил, он принес Христу в служение. Он стал служить Христу. И это все имение, все финансы, они стали служить Христу. И Бог его благословил. Его прожил долгие годы на земле, неся служение. И ушел в вечность. Оставив о себе очень хорошее отношение. И его вот эти все финансы, они до сих пор работают. Понимаете, вот они до сих пор работают. Потому что они не фантики. Они не бумажки. Они не нарисованы. Они настоящие отношения. И это все до сих пор трудится и работает. Если вы наберете фильм Иисус о Ивангеле Туке, и вы увидите, как все это работает. Потому что Билл Брайт, который вот этот фильм Бог ему дал сделать. Вот о нем я вам сейчас рассказал. И моя встреча с ними, и моя молитва вместе с ним, она заметная. И, наверное, это был один из сильных мужей нашей встречи, которая была вместе в общении. Я думаю, они мне помогли. помогли осознать главное. Потому что самое важное сохраниться со Христом. Ибо очень многие хотят, чтобы мы погибли. Многие держимые люди против нас. Много зла на этой земле. И языки человеческие исполнены яда. Они склянословят, они злословят нас. Нам очень трудно удержаться. Но давайте устоим. Нам впереди служить Христу, быть царями для народа и быть священниками для Христа. Так Он определил. Мы должны до этого пройти испытания на земле. И пусть сегодня нас обзывают всячески, ругают. И Он будучи на земле был злословен, но не злословил взаимно. Иисус никогда никому не говорил плохих слов. Добрые слова исходили из его уст. И мы сегодня никому не злословим. Даже если злословят нас, мы будем молиться. Мы лишь только смиренно будем молиться за вас. И не думайте, что это наша слабость. Это наша сила. Это наша сила. молитва. Я буду молиться за вас, если вы не верующий человек. И буду молиться за тебя, брат, если ты верующий человек. Твоя вера не указала. Пойми, ты нужен. Ты нужен. Не останавливайся. Иди. Нас ждет Господь. Благодарю тебя, Иисус, за время, которое ты даровал сейчас для этого общения. Благослови многих людей, кто сегодня нуждается в твоем благословении. Если это неверующий человек, дай ему возможность спасения. Протяни к нему свою святую руку. Пусть он поднимется с этой земли, почувствует вкус неба, осознает, что жизнь есть. Есть вечная жизнь, есть вечное любовь, есть вечное счастье, есть вечные ценности, которые никогда не закончатся, и никто не сможет их ни покинь, и они сами никуда не исчезнут. Благослови Господь и верных тебе братьев, я знаю, многие из них искренне пришли к тебе. Я желаю, чтобы их жизнь сегодня достигала абсолютной веры, достигала полного доверия тебе, чтобы каждый из верующих братьев сегодня слышал голос доверял тебе. Благослови Господь Иисус Христос страну нашу. Я не знаю, многие люди сегодня отяготились политикой, экономикой и совсем забыли о душе. Забыли о душе своей вечной. Забыли. Вразуми Господь, вразуми их. Да, сегодня эти обстоятельства, я понимаю, землетрясения, да еще больше, сотрясай эту Россию, сотрясай эту землю. Пусть придут сегодня многие люди к тебе, пусть осознают, ты зовешь их, что учишься, ты близок. Благодарю тебя, Господь, и за эту возможность трудиться в прямом эфире, в записи, если эта программа остается благословим. Благослови, кто услышит это слово, может быть, оно будет полезным, и укрепит чью-то веру, а может быть, и даст сегодня кому-то и откровение. Я лишь одного прошу, чтоб это они не приписывали мне, как обычному человеку, или даже духовному человеку, но пусть они знают, что это тебя, вся слава тебе, Господь. Я ничего не хочу для себя, никакой земной славы, и почести людских. Я прошу лишь Господь одного, чтобы это слово возрастало в людях, ибо оно твое, пусть оно дает победу. Благослови, любим тебя, наш вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, и во Твое есть царство, и силы, и славы, во веки. Аминь. Да благословит вас Господь завтра в 18 часов приглашаю вас на домашнее собрание изучаем на Слово Божье. Ну а вечером и утром у нас идут молитвы в 22.30 в 6 утра присоединяйтесь пусть вера ваша также возрастает. Будем молиться, ну и самое главное еще раз для всех мужчин будьте сильными в Господе, сильными в Господе, и пусть Он вас сохранит от всякого зла, и да благословит вас и ваши семьи, чтобы ваши жены вас любили, и слушали царевые, если у кого уже внуки, пусть Бог благословит. Ну а я на сегодня прощаюсь и рад, что это время Бог нам даровал для этого приятного общения. За все Иисусе слава. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok